Российская власть объявила войну ЛГБТ Вы можете все что угодно говорить, закон трактуется по-другому Конечно, конечно, который не принят А уступите с ним Ваша необразованность Образованность А мы вам закон цитировали Все, сняли Сначала приняли уголовную статью за пропаганду нестандартных отношений Потом и вовсе объявили ЛГБТ организацией, но не простой Экстремистской Информационный шторм на неделе поднял Верховный суд, удовлетворивший иск Минюста О признании экстремистским и запрете международного движения ЛГБТ Юристы отмечают, что оспорить решение Верховного суда не представляется возможным Так как юридически такого общественного движения нет Ни юрлица, ни директора, ни должностных лиц И тут началось Вырезанные сцены из фильмов и сериалов Знаешь, если бы ты не торопилась Я бы попросила повторить Ну, по вашим услугам Может, закроешься? Ой, ты проснулась Зарисованные страницы книг Ну и облавы по ЛГБТ-клубам, где посетителей раздевали, фотографировали и вносили в некие экстремистские списки Сейчас полиция фотографирует паспорта, а дальше будет мониторить социальные сети тех людей, кого сфотографировали И это ставит людей под угрозу дальнейшего политического преследования Давайте откроем матрешку и узнаем Почему российская власть так боится ЛГБТ? И почему громче всех о страшных угрозах кричат те, кто сам был замечен в не самых скрепных пристрастиях? Во всем цивилизованном мире ЛГБТ это никакая не организация и уж тем более не террористы или экстремисты ЛГБТ это аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей Появилась она в 1990-х годах и призвана подчеркнуть разнообразие сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры Однако в России все как всегда Здесь жизнь, она другая И вечная тяга создавать себе три столба Царя, врага и мелколюдина Последним сегодня является народ Царем всегда был диктатор, не важно Сталин или Путин А враги, они вокруг Враги народа, иноагенты, соседние государства или просто те, кто мыслят или любят по-другому Ведь при диктатуре все должны одеваться одинаково, жить одинаково и мыслить тоже одинаково А кто отличается, тот и враг При том, как лично диктатора, так и всего российского народа Опаснейшие среди нас враги истины и свободы Это сплоченное большинство Вот это как интересная для начала 20 века фраза Потому что, ну, вообще-то 19-20 век Это время, когда все больше и больше растет уважение к большинству Да, на этом зиждется демократия Большинство, мнение большинства всегда очень важно И вдруг оказывается, что сплоченное большинство Это может быть страшная такая волчья стая, которая травит человека А с началом войны в Украине травля инакомыслящих привела к поистине невероятным последствиям Самые удивительные истории стали звучать в телевизоре Трансгендеры в США начинают сколачивать боевые группы В частности, сегодня получило развитие новости о том, что некий трансгендер из Ньюгемпшира, Смит Создает стрелковую ЛГБТ-группу, которая будет отстреливать американских натуралов Далее с экранов травля перешла в реальную жизнь Понеслись доносы, в пропаганде ЛГБТ обвиняли всех, кого не лень В Краснодарском крае власти начали проверку на наличие пропаганды ЛГБТ После того, как в школе старшеклассник, играющий в КВН, исполнил роль Снегурочки Новосибирские власти посчитали пропагандой ЛГБТ фото двух мужчин с мороженым А вскоре начались облавы по ночным клубам и барам, где собираются сексуальные меньшинства Они заканчивались для посетителей настоящей травлей и унижениями Остановилась музыка, сказали, что облава ментов Я подумал, что все, меня посадят на 12 лет На выходе сфотографировали паспорт Понимали, выстояли 300 человек голые, просто в трусах от них И ждали, пока нам вынесут одежду, и никто не понимал, что происходит В плане, мы не понимали там, собирают ли нас кодек или нет Народ должен был понять, любое инакомыслие – это зло Вне зависимости от того, касается это жизни личной или публичной Сегодня уголовные дела заведут на тех, кто любит по-другому А уже завтра такой же травле подвергнутся те, кто по-другому относится к войне, Путину или власти в целом Любое инакомыслие в России заканчивается в тюрьме Или еще хуже Я считаю, что это гуманно, надо быть гуманным Понимаете, вот вы, как боремся мы с безумными кошками? Мы их стерилизуем Геев тоже надо стерилизовать, и будет все хорошо Открывать на них приюты, кормить их формам, в конце концов Как питомцы, получается? Как животное? Почему как животное? Нет, ну, конечно, нельзя сравнивать милых кошаков, там, этих питофеев с геями, да Но все-таки разные есть животные, есть кошки, есть собачки, косточки, козлы Ну и, конечно, низшая стадия развития животных питофеев это геи Понял, спасибо большое Это, кстати, был депутат Госдумы Виталий Милонов Его самого нередко считают представителем любителей далеко не скрепных ценностей Милонов это просто фейк, Милонов это бывший гей Бывший гей, когда он был помощником старовой, то все знали, что, ну, просто в Питере все про все все знают Это специально человек, который поставлен некой гей такой голубой ложей в российском эстаблишменте для пародизации этой темы Некогда пародизацией этой темы занимался Жириновский Тогда покойный Вольфыч наведывался в гей-клубы, резвился с мальчиками в саунах и бассейнах Жириновский гей? Да Это известно Его партия состоит из, фракция состоит из двух категорий людей, это его любовники и его спонсор Сегодня же пародизация зашла на довольно опасную тропу За подобные игрища в саунах сегодня в России можно запросто получить уголовную статью И для того, чтобы отлавливать несогласных, используют не только клубы и сауны Так на днях в Москве в обязательном порядке начали записывать разговоры пациентов с врачами во время приемов Система тотальной аудиозаписи приемов в поликлиниках нужна властям якобы для улучшения качества медобслуживания горожан Однако на самом деле, для того, чтобы выявлять гомосексуалов Более того, российские психиатры начнут лечить гомосексуальность Для этого врачам подготовили специальные рекомендации российского общества психиатров Лечение от алкоголизма, наркомании, гомосексуальности, бисексуальности, атеизма Комплексное решение проблем предполагает так называемая конверсионная терапия Авторы концепции считают не гетеросексуальность болезнью, сродни алкозависимости Рехабы, предлагающие справиться с недугом, распространены на Северном Кавказе Методы лечения специфичны Молитвы, бесконечные переписывания текста в стиле Я безответственный сорняк, таскание тяжестей, подвешивание на наручниках, сон прикованным наручниками к кровати Эти правила распространены во многих рехабах на Кавказе Удивительно, но Милонов и Жириновский далеко не единственные скрытые представители ЛГБТ Поддерживающие тоталитарную политику Кремля То есть поддерживающие травлю самих себя Такая же форма шизофрении, к примеру, прослеживается у пропагандиста Антона Красовского Который любит покричать о поддержке Путина или о том, как будет убивать украинских детей Сам же пропагандист при этом является ВИЧ-инфицированным геем И частенько публикует приглашение для утех на закрытых каналах Телеграма Сейчас позову спортивного парня Человек, который принимает эти тоталитарные законы Спикер Госдумы России Вячеслав Володин тоже не раз был назван геем Лично руководить и курировать этот закон назначил Вячеслав Володин Но мы все прекрасно понимаем, что гомосексуальная ориентация Спикера Государственной Думы является фактически секретом Пали Шинеля Об этом все говорят и пишут уже не первый год И это такая тоже изощренная тактика власти, издевательская То есть по сути скрытого гея поставить куратором, руководителем Принятия вот этого нового репрессивного законопроекта А после того, как закон был принят, он тут же стал отличным инструментом для травли неугодных И первыми стали известные личности, которые не хотели поддерживать путинскую войну Филипп Киркоров и Сергей Лазарев под страхом того, что у них отберут детей от суррогатных матерей Моментально сменили риторику от антивоенной до полной поддержки путинского режима Когда все началось, я много к кому обращалась из артистов Мы переписывались и с Филиппом Киркоровым Я просила их не поддерживать режим, понять нас, показывала кадры, высылала видео Он говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает Очень умный человек Но потом прошло определенное время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех Он просто не имел выбора Пригрозили забрать детей? Да, так говорят Я слышала это про Лазарева Говорят, и с Филиппом было так же А ведь еще не так давно оба этих персонажа вели себя далеко не скромно Мы вам честно сказать хотим Да, детенок, мы больше не грезим Они всю жизнь нам разбивают сердца Молодец! И можете не сомневаться Отбирать детей от суррогатных матерей будут Шантажировать однополые пары тоже будут Ведь еще в 2020-м возбудили уголовное дело А на днях суд приговорил к срокам до 19,5 лет Фигурантов дела о продаже детей от суррогатных мам для чиновников Главный обвиняемый по делу заявил в зале суда, что детей от суррогатных матерей Имеют спикеры Госдумы Вячеслав Володин А также Филипп Киркоров, Евгений Миронов и Сергей Лазарев Россия – странная страна Здесь любить – это терроризм и экстремизм А убивать – не грех И так здесь было всегда Царь, диктатор, вождь, который стоит у власти Должен показывать на ярких примерах инакомыслящих Всем своим мелким людишкам Статья найдется на каждого ГБТ – это только неприятное начало Потом уже начнут врагов народа искать, как обычно, везде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok